Мы против наркотиков! Против наркотиков и спида из-за трезвого взгляда на мир выступили музыканты, которые пришли поддержать инициативу. Наряду с кавер-версиями ребята исполняли авторские песни. За излучной реки, ты беги, беги, беги. Концерт собрал любителей живой музыки различных возрастов. Несмотря на устаревший стереотип, что музыкантам необходим допинг для вдохновения, исполнители своим примером и образом жизни доказали, что музыкой для них является творчество и жизнь. Мы ведем здоровый образ жизни, не употребляем ни алкоголя, ни табака, ни каких-либо еще веществ других, и мяско не кушаем. И занимаемся чуть-чуть йогой, спортом каким-то. И всех призываем к тому же самому, к здоровому образу жизни, всех призываем. Поэтому очень хороший концерт, очень хорошая тема, а мы попробуем все с наркотиками. Группа «Ислуска. Точка возгорания» в концертах под девизом «Рок против наркотиков и спида» участвуют не впервые. В прошлом году ребята также выступали в Центре творчества детей и молодежи. Спустя 12 месяцев коллектив в обновленном составе вновь порадовал публику композициями в стиле хоррор-панк. Тексты песен авторские и основаны на историях и сказках. В прошлом году выступление запомнилось тем, что очень хорошая публика была. Нас хорошо встретили, хорошо приняли. Людей было достаточно много, целый зал был. Мы были в восторге. Они были в восторге. Репертуар состоит, основан на текстах каких-то историй, сказок. Возможно, я сочиняю тексты, придумываю, допустим, на самом деле сказку, историю какую-то страшную, не страшную, неважно. В общем, просто идея, да, на самом деле. Наша группа «Стиль». Стиль основывается на хоррор-панке. За эпатажным образом исполнителей скрывается увлеченность и преданность своему делу, рассудительность и осознанное отношение к жизни, как и у участников молодой солигорской группы «Хелл Рейсерс». Из представленных, большая часть была авторских и одинаковых. На плачке это плохо. Каждый человек должен понимать, что он берет на себя ответственность, употребляя какие-либо средства и вещества. Какой турман слов. Трезвый взгляд на мир выбирает все больше молодых людей, которые привыкли жить с сегодняшним днем, но при этом помнить и о дне о завтрашнем, ставить высокие цели, строить планы, мечтать и творить. Мы хотим, чтобы наша музыка была в первую очередь атмосферной, чтобы через звуки можно было передать наши мысли глубже, чем если бы мы делали это словами. Мы играем от души, мы просто выказываем в наших нотах все наши эмоции. Мне очень нравится такой стереотип, что рок-музыканты всегда либо наркоманы, либо алкаши. Во-первых, тогда уж стоит брать в общих людей в принципе. А во-вторых, далеко-далеко не все люди подвержены этому. Я думаю, что можно в жизни уходить в другие удовольствия, какие-то, например, хорошая музыка. Я резко осуждаю. Рок против наркотика и спида в Солигорске. Концерты такого формата пользуются популярностью и за пределами Калини столицы. Привлекается на внимание молодежи из Минска, Червеня, Слуцка и других городов Беларуси. Молодежь, которая пришла, скажем так, на данный концерт, и тем более музыканты, которые согласились принять в этом участие, они таким образом показывают свой протест данным негативным моментам, которые есть в жизни нашего общества. Ну, конечно же, коллективы любительские, молодежные, то есть эти коллективы не только протестуют против данных проблем, но в том числе и им очередной раз показать себя, раскрыть свой потенциал, показать свое творчество, потому что группы, которые выступают, коллективы, они исполняют не только кавер версии известных композиций, но также и у них есть какие-то авторские материалы. Представление о том, что секрет успеха популярных рок-музыкантов кроется в употреблении каких-либо веществ, ложное. Правда же в том, что к успеху приводит целеустремленность, желание творить и уверенность в собственных силах. Мы против наркотиков!